Итак, 19 января. Снова комната в квартире, пятый этаж, девятиэтажка. Мы замеряем, сколько потребляют инфракрасные панели. 2 по 370 ватт. В комнате на 11 квадратов. Высота потолка 2,5. Угловая комната неутепленная. Белый кирпич с ложей. Итак, мы выставляем на терморегуляторе температуру воздуха. 24 верхний диапазон на терморегуляторе и 23,4 нижний диапазон. Вот термодатчик, термодатчик на уровне от пола, видите, да? Ну, где-то приблизительно метр с копейками. У нас есть центральное отопление. Сейчас мы измерим температуру, которая на момент 21.45 вечера. Сколько она дает нам? Я видам, Алина. Я видам. Я видам. Я видам. Так, измеряем периметром. 44,8. Проверяем еще раз. В другом месте. 45. Еще раз. Ну, в общем, где-то около 45 градусов дает нам центральное отопление. Температура поверхности батарей 6, 6, 8 секций у нас, да? Вот. Дальше замеряем сейчас. Ну, скажем так, где-то полчаса назад я проветривал. Поэтому сейчас температура стен может быть ниже, чем обычно. Ну, давайте все-таки увидим, какая сейчас температура стен. Так, 18,9. У нас показывает смежная стена с теплой соседкой. Ну, так, наружная стена, которая холодная, 14,5. Ковер. 17,4. Район кровати. 18. 18. Район кровати. Так, что еще? Пол. Ну, на пятый этаж. Снизу утапливается центральное отопление. 15,3. Потолок. 18,5. Так, влажность. Влажность на высоте сейчас 33. 33. В районе... В районе... Кровати. В районе кровати. Ну, 34 показывает. 34. У меня вчера на утро было 45. Ну, и самый главный еще показатель. Температура за окном сейчас минус 9 градусов. Именно здесь игрался все. Все показатели мы сняли. А потом снимем утром. Итак, 20 января 2016 года. Утро. 10 утра. Сейчас посмотрим, какое у нас было фактическое потребление двух инфракрасных керамических панелей длинноволновых. По 370 ватт. Вот. За... Привод работы с... 21.30 до 10 утра. Это 12,5 часов. Температура, как видим, вот только что вот... Терморегулятор щелкнул. То есть, выключил панели. Максимальная температура поддерживалась на уровне 24 градуса. Минимальная 23,5 градуса. Температура воздуха. Итак, выключаем терморегулятор. Нажимаем кост и видим. Панели работали 6 часов 7 минут. Потребление 4 киловатта 344 ватта. Что еще интересного? Ну, это сколько килограмм углекислого газа? За 12,5 часов 4 килограмма 330 грамм. Так. Какой же минус был на утро? На утро был минус-минус 13 градусов. Минус 13. Теперь посмотрим, какое напряжение в сети тоже играет роль. Так, видим. Фактические потребления сейчас идет на уровне 718-720 ватт. Двух панелей по 370. Напряжение в сети 219 вольт. Максимальные 50 герц. Есть. Теперь замеряем температуру поверхности панели. И они только что отключились. 59 низ панели. 56,5 вверх. Они уже где-то, может, минутки-две остывают. Но это также видим. Так. Поверхность за панелью отражателя. 43,5. Соседская стена на этом же уровне. 25 градусов. Так. Температура поверхности стены наружной. 19,7. Вверх. 19,6. Батареи центрального отопления. Состояние на 10 утра. Так. 44. 47. 48. Немножко есть ошибка. 48. В общем, 48 градусов максимум. 48 градусов температура поверхности батареи. Пол. Так. 21. Потолок. 23. Потолок над панелями. 23. Так. Что еще? Температура кровати. Сразу же напротив панели. 25,8. Еще раз. 23,9. Это уровень подушки. 23,9. Сразу же напротив. На против панели, как видим, немножко больше. Так. Температура. Край кровати возле холодной стены. 21,9. Видим разницу. Еще раз. Край кровати возле панели. 23. Даже 25, если так вот сбоку. 25 максимум. Теперь край возле холодной стены. 21,8. Видим перепад на 4 градуса. Так. Ковер. 20. Так. Есть. Температура. Вот этой стены 22,6. Наружную я уже показывал. Наружную еще сверху можно померить. 17,9. 18. Наружную я больше 18 не показывает. Вот. Ну, видим разницу. Нагрева, скажем так, постели. Возле панелей. И дальше вот панели. Так. Ну, теперь влажность. Ну, конечно. Я сегодня не вешал полотенца влажного. Поэтому влажность у нас вот центральное утопление, наверное, напрямую зависит. Ну, сейчас показывает. Очень мало. 33%. В районе изголовья, кровати. Вот. Конечно. Повлиять на это сложно. Потому что и центральное утопление. Вот. Когда я вешаю полотенце грубое, махровое, на 12 часов, его как раз хватает. Влажность поднимается где-то на 10% до 45. Так. Ну, вот. Потребление панелей, как мы видим, они работали всего 6 часов из 12. То есть половину времени своего работали. То есть фактически потребление одной панели. То есть фактически потребление одной панели было где-то на уровне 160 ватт в час. Это когда на улице было минус 9, минус 13, ну, наверное, ночью было минус 15 максимум. Вот. А в середине, в комнате, 24 градуса. Это в районе розетки, в районе панелей, как видим, немножко больше показывает. 25, считай, градусов. 25. Это температура воздуха, по ощущению, конечно, ощущается немножко больше. Очень тепло в районе панелей. Тот, кто спит вот с краю, он сильно ощущает тепло с краю возле панелей. Там вот с краю, скажем так, у наружной холодной стены, конечно же, так тепло сильно не ощущается. Тоже тепло, но здесь, конечно, теплее. Поэтому, кто вот болеет ОРЗ, или вообще на простудные заболевания, или вообще любит тепло, лучше лежать сразу же у панелей. Чувствуется эффект. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ждите следующих обзоров. Итак, сейчас заносим данные с нашего эксперимента второго дня. Вот работа теплокерамик двух единиц. Значит, у нас есть вот эта вот третья строка, это вечер. Четвертая строка, это утро. Результаты. Мы видим, что панели были подключены 12 с половиной часов. Здесь я веду учет часов, привожу в десятичные числа. На протяжении этих 12 с половиной часов панели включались с терморегулятором. На общее время 6 часов, ну где-то 10 минут. То есть они проработали 6 часов 10 минут. И за этих 6 часов у них было потребление на уровне 4 киловатта 330 ватт. Или в среднем это 340. А, в среднем. А, сейчас подождите, к среднему придем. Значит, 4,3 киловатта. Что еще здесь интересно? Значит, у нас предначально была задача. При наличии центрального отопления, вот, центрального отопления в батареях, поверхность батареи была 45 градусов на вечер, и в комнате было 22,8 градуса. При центральном отоплении на улице было минус 9. У нас была задача поднять в комнате температуру до 24 градусов максимум, 23,4 минимум, и подержать ее на протяжении ночи. Эта задача была сделана вот именно двумя панелями теплокерамик TS370. Детальное описание вот здесь по ссылке, можно ее посмотреть. Вот, на утро у нас температура во дворе поднялась до минус 13 градусов. И, значит, в комнате у нас поддерживалась, ну, на момент окончания эксперимента, в комнате у нас была температура 24 градуса воздуха, а в зоне кровати, желаем, в нашей зоне 24,7. То есть мы подняли температуру. Вот, и получается, на эту цель у нас ушло 4 киловатта 330 ватт. Если мы 4 киловатта 330 ватт поделим на 19,5 часов, на общее время подключения панели, скажем так, к розетке через терморегулятор, мы получим среднее потребление в час панелей 2-348 ватт, а их пиковая мощность была 710-720 ватт. То есть получается, что мы панели потребляли чуть меньше половины от своей мощности с терморегулятором. Если бы посоединение панели было в розетку напрямую, то мы бы здесь имели не 4,330, а где-то около 9 киловатт. То есть терморегулятор нам сэкономил 4,3 киловатта. 4 киловатта и 3,3 100 ватт за 12 часов работы. Какие еще показатели мы достигли позитивные? То, что фактически у нас влажность практически не изменилась, на уровне осталось 33%. Дальше я начинаю отмечать со второго дня оранжевые показатели, которые улучшились на конец эксперимента. Мы видим, что так как температура поднималась, температура мороза, вернее, опускалась, соответственно, температуру в батарее центральное отопление нам поднимало, что есть в принципе хорошо. Но при этом у нас на утро улучшились показатели температуры поверхностей. Мы видим, что где-то температура поверхностей стен, пола и потолка поднялись приблизительно, ну, где-то на 4 градуса. Вот, есть на 4 градуса. Дальше поднялась температура в зоне обогрева, температура, то есть в районе кровати, где-то на 2 градуса. Вот, если сравнивать первый и второй день, вообще, вот, работы этих же панелей, то мы увидим разницу в потреблении, где-то, ну, чуть ли не в 2 раза. То есть, в первый день у нас было потребление 2,3 киловатта, во второй день 4,3 киловатта. Чем это вызвано? Во-первых, значит, температура мороза у нас была в первый день приблизительно на минус 6 градусов, берем период тот же, в принципе, за тех же 19 часов в ночное время, а уже на второй день средняя температура где-то 11 градусов мороза. То есть, получается, у нас мороз здесь вырос где-то на 6 градусов, а потребление выросло, ну, чуть меньше, чем 2 раза. С 2,300 ватт на 4,300 ватт. То есть, в среднем в час было потребление, считай, 200 ватт, стало 348 ватт. Ну, вот так вот. Ну, причем у нас основное отопление, ну, фактически, на конец эксперимента было одинаковое, да? То есть, берем здесь, что это константа, это не влияло. Вот, основное отопление, вот, на наш эксперимент получаются равные условия, а влияла только работа наших панелей. Вот. Ну, математически можно предположить, что если, допустим, температура воздуха опустится ночью еще где-то на градусов 5, будет 18 градусов, то сюда мы прибавим еще где-то 2 кВт в потреблении, и оно у нас будет составлять где-то 6 копейков ватт. Это предположение. Дальше в следующих экспериментах, если будет такой мороз, вам будет интересно это увидеть. Вот. Ну, пока, пока что вот с этих двух дней мы видим, что, ну, эффект экономии вот этого отопления, ну, я пока вижу, 4,3 кВт за 19 часов, это немного. При температуре мороза плюс-3, минус 13 на утро. Посмотрим, что будет дальше от тестирования других обогревателей. Пока, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите другие тесты и отзывы других обогревателей электрических в разных помещениях, а также задавайте свои вопросы в комментариях.